Юрий Михайлович Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. 18-го начала 19-го века. Книга вторая. Часть вторая. Бал. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал. Куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами, вдоль сонной улицы рядами, двойные фонари карета веселый изливают свет. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцар и мимо он стрелой. Взлетел по мраморным ступеням. Расправил волоса рукой. Вошел. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота. Бринчат кавалергарда шпоры. Летают ножки милых дам. По их пленительным следам летают пламенные взоры. И ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. Примечание Пушкина. Неточность. На баллах кавалергарские офицеры являются так же, как и прочие гости в вицмундире, в башмаках. Замечание основательное. Но в шпорах есть нечто поэтическое. Ссылаюсь на мнение А и В. Конец примечания. Танцы были важным структурным элементом дворянского быта. Их роль существенно отличалась, как от функций танцев в народном быту того времени, так и от современной. В жизни русского столичного дворянина 18-го начала 19-го века время разделялось на две половины. Пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам. Здесь дворянин выступал как частное лицо. Другую половину занимала служба, военная или статская, в которой дворянин выступал, как верно подданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день собрания, на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина. Он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе. Он был дворянин в дворянском собрании. Человек своего сословия среди своих. Таким образом, бал оказывался с одной стороны сферой противоположной службы, областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили в неслужебные ценностные критерии. И юный поручик, ловко танцующий, умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины Второй на вопрос фон Визина. Отчего у нас не стыдно не делать ничего? В обществе жить не есть и не делать ничего. Со времени Петровских ассамблей остров стал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфической дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению кавалеров и дам, определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу, от входа в залу до разъезда, соответствовали типовые эмоции, фиксированные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, бальные вольности, которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение порядка и свободы. Основным элементом бала как общественно-эстетического действия были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. Мазурочная болтовня требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил, увлекательного разговора высшей образованности, Пушкин 8.1.151, который культивировался в литературных салонах Парижа в XVIII столетии, и на отсутствие которого в России жаловался Пушкин. Тем не менее, он имел свою прелесть, оживленной свободу и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в невозможной в других обстоятельствах близости. Вернее, нет места для признаний. Обучение танцам начиналось рано, с 5-6 лет. Так, например, Пушкин начал учиться танцам уже в 1808 году. До лета 1811 года он с сестрой посещал танцевальные вечера у Трубецких, Бутурлиных и Сушковых, а по четвергам – детские балы у московского танцмейстера Йогеля. Балы у Йогеля описаны в воспоминаниях балетмейстера А.П. Глушковского. Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфеблем. Составитель правил, изданных в 1825 году, Эл Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не саму методу, а лишь ее слишком жесткое применение. Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги вбок, подобно ему в параллельной линии. Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные, то учитель, не могши сам ничего сделать, пошел задолг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колено. Сколько сей не кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели, пока, наконец, не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его. Я почел задолг рассказать сей случай для предостережения других, неизвестно, кто выдумал станки для ног и станки на винтах для ног колена-спины. Изобретение очень хорошее, однако и оно может сделаться небезвредным от лишнего напряжения. Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человек. В условном мире советского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Лев Николаевич Толстой, описывая в романе «Декабристы», вернувшуюся из Сибири жену декабриста, подчеркивает, что, несмотря на долгие годы, проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась или забыла бы высморкаться, этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было, не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. Характерно, что способность поткнуться здесь связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключают возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Аристократической простоте движений людей хорошего общества и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязанность, результат борьбы с собственной застенчивостью жестов разночинца. Яркий пример этого сохранили мемуары Герцена. По воспоминаниям Герцена, Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе. Герцен описывает характерный случай на одном из литературных вечеров у князя В.Ф. Адоевского. Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимающим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником третьего отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два-три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать. Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жонку «En petit comité», когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему. Он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах золотым позументом сел наискость против него. Долго терпел Белинский, но не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол. Стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь. Бутылка Бордо присерьезно начала поливать Жуковского. Он скачил, красное вино струилось по его панталонам, сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальную часть панталон. Другой подбирал разбитые рюмки. Во время этой суматохи Белинский исчез и близкий к кончине пешком прибежал домой. Бал в начале девятнадцатого века начинался польским полонезом, который в торжественной функции первого танца сменил Минуэт. Минуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией. Со времени перемен последовавших у европейцев как в одежде, так и в образе мыслей явились новости и в танцах, и тогда польской, который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар, а потому освобождает от излишней и строгой выдержки, свойственной Минуэту, занял место первоначального танца. С полонезом можно, вероятно, связать не включенную в окончательный текст Евгения Онегина, страфу восьмой главы, войдящую в сцену петербургского бала великую княгиню Александру Федоровну, будущую императрицу. Ее Пушкин именует «Лаллой рук» по маскарадному костюму героини поэмы М. Туре, который она надела во время маскарада в Берлине. После стихотворения Жуковского «Лалла рук» имя это стало поэтическим прозванием Александры Федоровны. «И в зале яркой и богатой, когда в умолкший тесный круг, подобно лилии крылатой, колеблясь, входит Лалла рук, и над поникшую толпою сияет царственной главою, и тихо вьется и скользит звезда Харита меж Харит, и взор смешенных поколений стремится ревностью горя то на нее, то на царя, для них без глаз один Евгений, одной Татьяной поражен, одну Татьяну видит он». Пушкин 6, 637. Балл не фигурирует у Пушкина как официально парадное торжество, и поэтому полонас не упомянут. Войне и мире Толстой описывает первый балл Наташи, противопоставит полонас, который открывает государь, улыбаясь, и не в такт ведя за руку хозяйку дома. За ним шли хозяин с М.А. Нарышкиной. Примечание М.А. Нарышкина любовница, а не жена императора. Поэтому не может открывать балл в первой паре. У Пушкина же Лалла рук идет в первой паре с Александром Первым. Конец примечания. Потом министры и разные генералы второму танцу вальсу, который становится моментом торжества Наташ. Второй бальный танец вальс Пушкин характеризовал его так. Однообразный и безумный, как и вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за читой. Эпитеты однообразный и безумный имеют не только эмоциональный смысл, а однообразный, поскольку, в отличие от Мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретения новых фигур, и уж тем более от танца игры Катильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однобразия усиливалось также тем, что в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас. Определение вальса как безумного имеет другой смысл. Вальс, несмотря на всеобщее распространение, Эл Петровский считает, что излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется. Пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особые обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие. Еще определение писала Жан-Лис в критическом и систематическом словаре придворного этикета. Молодая особа легко одетая бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом. Вот что такое этот вальс. Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы. Не только скучная моралистка Жан-Лис, но и пламенный Вертер Гете считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя. Вальс создавал для нежных объяснений особенно удобный обстановок. Близость танцующих способствовала интимности, а соприкосновение рук позволяло передавать записки. Вальс танцевали долго, его можно было прерывать, присаживаться и потом снова включаться в очередной тур. Таким образом, танец создавал идеальные условия для нежных объяснений. Во дни веселий и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже, за дочерями смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Однако слова Жан-Лис интересны еще и в другом отношении. Вальс противопоставляется классическим танцам, как романтический, страстный, безумный, опасный и близкий к природе. Он противостоит этикетным танцам старого времени. Простонародность вальса ощущалась острая. Вьеннер вальс, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правый да на левой ноге и притом так скоро, как шаленый танцевали, после чего предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию или какому другому. Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный. Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok